Девочка-пай Девочка-пай Здравствуйте! 9 февраля 2024 года, Харьков, я продолжаю свой видеодневник. Как вы могли видеть из первых кадров, у нас снег, наступила настоящая зима. Несмотря на все прогнозы о том, что будет очень сильное потепление февральское, но пока что похолодание началось такое внезапное. На градуснике минус 4 градуса, ощущается как минус 8, и метет, метет, сейчас еще стало больше снега, чем вы видели на видео. Прошло минут 40 после тех съемок, и вообще метет не переставая, но ничего, мне нравится. Сейчас выйдем с вами рано, может быть удастся снеговика слепить, может быть не удастся, посмотрим. Мы еще кашу не ели, сейчас позавтракаем. Я решила с самого утра пораньше записать видео, потому что проснулась, а мне сразу же стали писать и на почту, и везде, где только можно, и в комментариях. Татьяна, Татьяна, вы смотрели интервью Карлсону? Смотрели или не смотрели? Друзья, я не смотрела, я спала в это время. Сейчас кусочек посмотрела, отрывочек, только потому что вы мне начали писать, но я же такая думаю, надо же посмотреть. Ну, что вам сказать по этому поводу? Я не знаю, почему все так ждали этого интервью и мне писали, я вообще еще расскажу. Мой канал не о политике, я рассказываю только то, что я считаю нужным, то, что для меня очень важные вопросы обсуждаю, в общем, то, что касается моей жизни. Но здесь я вам могу сказать, я не знаю, почему все так ожидали от этого интервью, что это как-то вообще изменит ход войны и так далее. Мне кажется, что это ни на что особо не повлияет. Ну, это мое мнение. Ну, там, я не политик, не политолог и так далее. А в общем, вы же заходите ко мне на канал не ради этого. Кстати, спасибо всем огромное за ваши добрые слова. За ваши добрые слова о моем борще. Было очень приятно почитать. Спасибо большое, правда, было приятно. Спасибо за то, что подписываетесь на канал. Спасибо за то, что ставите лайки. Не забывайте, кстати, подписаться. Мы еще чуть-чуть и добьем до 200 тысяч. И это будет скоро 8 марта. Сделайте мне подарок, чтобы я хочу на 8 марта, чтобы было 200 тысяч подписчиков. Хоть что-то приятное в этой жизни. Такие замечательные друзья, как вы. Еще хочу сказать то, что о... Так, сейчас я вам расскажу. Попала на статью. Нужно ли Харькову искусство? Правда о зарплатах актеров от 2000 гривен и плесени. Вот что сейчас происходит. Кстати, еще читала, сейчас немножко перепрыгну. Не знаю, правда или неправда, вот то, что Харьковской области выделили меньше всего денег на восстановление в 2024 году. Полтавской больше, Киевской и Днепропетровской еще больше. Харьковской области выделили вот именно области меньше всего денег из госбюджета на восстановление. При том, что мы больше всего пострадали из вышеперечисленных территорий. Я не совсем поняла, что это было. Может, если это правда, если это не какой-то вбрось, то это просто, но я не знала, что сказать. Это даже не то, что несправедливо. Я не могу слов подобрать. Не знаю. Итак, в Харьковском театре кукол зарплаты актеров упали уже до 2-4 тысяч гривен в месяц. Областная филармония накапливает долги за коммуналку. В большом зале появляется плесень. О орган, как говорит директор заведения Юрий Янко, пока живой. Оба коллектива сейчас могут выступать только на разрешенных из соображений безопасности арендованных площадках, но много заработать не удается. Ко всему в 2024 году учреждениям культуры областного подчинения вдвое сократили финансирование, поэтому они на грани выживания. На фоне этого в Хатобе, который финансируется из госбюджета, ситуация несколько лучше. Ну, это просто ужасно. В театре кукол репетиция нового спектакля. Казка про Колынову сопилку по мотивам повести Оксаны Забушко. В ней задействованы только две актрисы. Представляете? Которые создают художественное богатство. Свет, дым, уникальный реквизит, вокалы и сцены движения. Постановка является магическим проектом актрисы Лилии Осичук. Она на том, как зарождается зло, внутренний зверь человеке. Человек сам может выбирать по божьей дороге идти или по дьявольской. И вот этот выбор перед главной героиней встает, говорит Лилия. Оправившись после... Так, 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 сейчас, секундочку. Так, сначала начали, оправившись после войны, ну, после начала войны, начали выступление в метро, которое тогда служило укрытием для горожан. Сохранилось 70% коллектива. Часть работников выехала за границу. Кто-то нашел новый заработок. Зрители дали нам веру и воодушевление, что мы можем быть полезными. Наша работа – это терапевтическое явление не только для тех, кто на нас смотрит, но и для нас самих. Спасали зрителей и актеров, поэтому, что появился смысл этой жизни, комментирует главный режиссер театра Оксана Дмитриева. Новый репертуар стал анализом страшных событий в стране и откликом на них. Было создано несколько спектаклей о подростках из... Так, так, так... Харьковский театр «Кукол» представлял Украину. Ну, в общем, я вам хочу сказать, у нас очень достойный театр «Кукол». Мне очень больно, там огромная статья, я просто прочитала вам самое главное. Мне очень больно то, что так происходит. То, что действительно у нас на фоне всех происходящих событий считают то, что это все не важно, это все не нужно. Ну, вот видите, Хатоп хоть как-то финансируется государством, а в театре «Кукол» 2000 гривен от 2 до 4 зарплата актера. Как такое вообще может быть? Вот почему считают? Это наоборот. Я считаю, что мы должны сейчас поддержать свой театр «Кукол». Не знаю, чем я подумаю, что можно предпринять. Может быть, как-то все вместе соберемся, сходим на спектакли. Харьковчане, кстати, если смотрите меня. Я думаю, что кто давно был в театре «Кукол»? Может быть, как-то нужно сходить массово нагрянуть. Потому что нужно сейчас поддержать, я считаю, во-первых, актеры поддерживают в такое нелегкое время. Я вчера говорила, что вчера кто смотрел мое видео и приводила примерно, ну, это всеми известное, чтобы поняли, да, нужно говорить о известностях, у Шостаковича, допустим, в блокадном Ленинграде. То, что он своей музыкой поддерживал дух, моральный дух людей. Люди смогли дожить до хороших времен, да, не сломиться и выжить. Не все, конечно, смогли, но все равно я считаю то, что как это вообще, театр должен каким-то образом все равно существовать. Нельзя так в стену, в грибке, в плесени. Ну, естественно, много разрушений было рядом. И окна вылетали у этих театров из-за разрушений. Но, в общем, еще сейчас я нагрянула на... Нагрянула? Что я говорю? Простите. Попалось мне в ленте то, что получить, случайно смотрела, получить румынский паспорт. 1500 евро. Я не могу понять, у нас сейчас это, знаете, почему это у меня в рекламе? У украинки, у харьковчанки получить румынский паспорт. Зачем он мне? Мне не нужен румынский паспорт. Это сейчас актуально. У нас украинцы стали массово получать румынские паспорта и других государств, что это прям вылазит тебе в сообщениях, в рекомендованных, в рекламе. Интересно, что это было. Решила я с вами поделиться. Еще немного о грустном. Сообщили мне сегодня новость, что ночью было сильно обстреляны коробовые хутора. Мы раньше регулярно там ездили, отдыхали. У Ромаза вообще с самого детства там была дача. Они каждый год там все лето проводили. Потом, когда дача не стала, уже когда мы стали вместе жить, то просто ездили туда, отдыхали. Там очень красиво, кто знает. Там даже не знаю, с чего начать. Я туда и с металлодетектором ездила. Во-первых, красота неописуемая. Старый очень хутор. Найти можно, значит, там есть такое озеро, белое озеро. По преданию, там спрятан казачий клад серебра, огромнейший, огромнейший казачий клад. Они туда его сбросили, а потом сбросились за горы. То есть покончили жизнь самоубийством, а клад спрятали этот серебряный в озере. Ромаз вам может более подробно рассказать. Там даже приезжали, делали исследования воды и сказали, что действительно присутствует огромнейший процент серебра в воде. Поэтому, скорее всего, это правда. Но все же сколько прошло лет. Все покрыто толстым-толстым слоем ила. И в любом случае, это все нужно, нужно специальное оборудование, нужно осушить озеро. На это нужно, это все не так просто. На это нужно финансирование, на это нужно разрешение. А в общем, этого так и не стали делать. Но так как там красиво, я вам даже не могу передать. Ну, кто ездил в Коробов хутор, тот знает. Так вот, Коробов хутор был очень сильно обстрелян шахедами ночью. Разрушена гостиница, попадание в дома. Вот разрушается именно все то, что я любила всем сердцем. То, что я любила здесь, вот то, что я любила, допустим, Коробов хутор. Я раньше, у моей бабушки был дом на Печенежском водохранилище. Там очень красиво было, там тоже все сейчас уничтожено. Все то, что, еще раз повторюсь, вот представьте, вот ты живешь, и вот все то, что ты с самого детства любишь всем сердцем, оно со всех сторон, вот со всех разных сторон. Рядом, где ты живешь рядом, оно просто так уничтожается, уничтожается, разрушается, 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 что-то война разрушила. Что-то не война разрушила. И это очень больно, я даже не знаю, как вам это передать. Я не знаю, я думаю, что я буду смотреть этот видеодневник спустя время, когда все-таки война закончится 100%, и боль утихнет. Я буду смотреть это, а может быть, не только я, если Ютуб будет существовать, это еще посмотрят, Амиран, когда вырастет. Может быть, мои внуки, правнуки. В общем, это, конечно, хорошо, что сейчас можно так запечатлеть все на камеру, да. Раньше люди могли только делать карандашные дневники, карандашом, ручкой, пером, чернилами. Это не столь важно, я думаю, сейчас нет смысла придираться к словам. Я думаю, суть вы уловили. Еще раз, друзья, всем огромное спасибо адекватным, нормальным людям, кто понимает и кто поддерживает, и те, что не убивает нас, сделает сильнее. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.